Специально для подписчиков Underground Art. Алё, ну что, ты спустишься? Встретишь меня? Да, я уже подошёл почти. Рядом с моим домом находятся художественные училища со своим общежитием. Жестоко. Это удивительно, но я здесь не учился. Зато здесь проходит обучение, очень много по-настоящему талантливых людей. Крутяк. Одна из которых – моя подруга Анастасия. Вид-то какой. Очень редак. Круто. Она занимается лаковой миниатюрой. То есть она ещё не доделана, в смысле, обводка золотая? Оформление осталось. То есть вот этого ничего не будет, вот этого. Это пыль. Прикольно. Да, ещё здесь отводка будет золотая. Вот как здесь. Она, кстати, тоже не полированная, да? Нет, не полированная. Прекрасно. Это уже не наше дело. С нас главное – письмо. А оформление и всё остальное – это уже другие мастера занимаются. Офигеть. Ну вот так. Обязательно красное внутри. Ну это уже классика. Ого. Да. Селёдочница. Селёдочница? Ну я её так называю, да. Чума. Для меня это воспринимается как вообще другая планета. Ну лак, конечно, передаёт. Англия красная. Да? Только вешаемый, царапаешь. Ну ладно. Я попросил Настю показать, как она переводит рисунок на изделие. Вот это вот всё, все контуры нужно сначала обвести. Это же долго. Это долго. Допустим. Техника называется припорошка. Ну и потом получается вот. Ну я понял, круто. Отличную краску убираем, а потом кладём на работу, и я уже череночком поострее, допустим, этим обвожу на работу. И получается рисунок. Мы решили замутить совместную творческую работу. А здесь кто-то обширничает. Это наши девчонки, соседки. А, ещё одну комнату? Да. Коридоры училища. Блин, я знаю этих людей. Большинство. Это бывшие студенты и их коллективные работы. Судебные. Мы будем оформлять эксклюзивную скамейку для медитации. Я уже заранее покрасил все заготовки в основной цвет и оставил их подсыхать. А подседалище подготовил трафарет с основным сюжетом. Слоёв тут будет достаточно. И простая бумага просто не выдержит весь объём работы, который на неё обрушится. Поэтому стоит её укрепить чем-нибудь пожёстче. Плакат подойдёт. Тем более так себе фильмец. Блять, очень оригинальная идея снимать от первого лица. Стоит подогнать всё под один формат. Трафарет будет занимать всю площадь самой большой части. Так, попробуем немножко повырезать. Всё вырезается. Отлично. Какой-то серый. Коричневый сильно очень. И тебе он только один. Да поэтому его нужно немного. Прям капельку. Ммм, что-то я помню, что тут было. А, о, смотри. Колировочная паста. А что это за... Ну я думаю, ей можно просто тупо вообще прям ей и делать. Заготовки подсохли. Но однородный оттенок нас не устраивает. Создаём интересную фактуру. Внимание! С помощью салафанового пакетика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я тем временем возобновляю выборку трафарета. Добавляю выборку трафарета. Все глубже погружаясь в процесс, можно промолчать несколько часов к ряду. Действительно, иногда слова бывают лишними. Действительно, не дорезала. Добавляю выборку трафарета. Добавляю выборку трафарета. Добавляю выборку трафарета. Получается, что у каждого художника есть собственный набор различных приемчиков. И это интересно. Добавляю выборку трафарета. Добавляю выборку трафарета. Добавляю выборку трафарета. Прибрыжка выполняется масляной краской. Добавляю выборку трафарета. В моем случае больше подходит быстросохнущий акрил. Иначе трафаретом были бы смазаны и стерты предыдущие слои. Ты думаешь, мне хватит ее, чтобы закрасить все буквы? Хватит, поверь. И вот что любопытно. Настя. Дипломированный художник. Мастер миниатюры, за плечами которой шестой год обучения. И я. Самоучка, которая умеет рисовать только при помощи трафаретов. Разумеется, разница между нами колоссальная. Но кое-что доступно нам в равной степени. Это желание и возможность заниматься творчеством. Несмотря ни на что. Вот сколько раз снимал трафарет. Ну хотя бы вот маленький кусочек, ну клипнет. Бесит. Далее ориентируясь на изначальный эскиз, я добиваю изображение до финального, законченного вида. Хотя законченный вид, это на самом деле миф. Не знаю, может быть только у меня так. Но в глаза постоянно бросаются места, которые можно дополнить или исправить. В итоге косячишь всё и портишь. Круглая? Круглая, похуй. Круглая, ладно. Это круглая. Короче, просто нужно вовремя остановиться. Потому что дописать картину невозможно. Так, секундочку. Секундочку. Вот. Обязательно покрываем всю скамейку лаком. А как подсохнет, можно и презентовать. Я изготавливаю индивидуальные скамеечки, с учётом личности каждого человека. Если вам тоже хочется подобную вкуснятину, то не вопрос. Обращайтесь. А вот и очередной пак ваших работ. Всё чаще и чаще стали попадаться довольно крутые ребята. Отдельно хочу отметить Даниила из творческой мастерской Зор Арта. Вот это действительно сильные работы. Молодец. Понятно. У меня ещё там инстаграмчик есть. А та? Прыгай серый, сопротивляйся. Что это за хуйня!